Здравствуйте, Люба, отвечаю на ваш вопрос. Я неоднократно слышу молитвы христиан, которые в молитве через каждое слово упоминают «Господи, Боже мой». Создается впечатление, что имя Божье используется лишь для связки слов. Правильно ли так молиться? Если нет, то как сказать человеку об этом, не ранив его? Во-первых, я думаю, что каждое качественное дело, которое в нашей жизни складывается, то этому мы обучались. Не совсем знаю много школ, где обучают молиться. Я сейчас говорю о школах внутри церквей, не говоря уже о тех местах, где люди обучаются чему-то другому. То есть там молитвы не учат. Поэтому если человек не учился, а просто по аналогии, то у него есть, может быть, не всегда полноценные примеры перед глазами, перед ушами и так далее. Поэтому культура молитвы, она тоже существует. Обучение молитве – это нормально, обучаться тому, потому что ученики, которые были евреями, которых обучали в синагоге этому явлению как молитва, они увидели, что молитва Иисуса Христа отличалась, результативность отличалась, и они говорили – научи нас молиться. И научи нас, как это делал Иоанн, научив своих учеников. Значит, молитве надо обучаться. И поэтому вы можете, если это люди, которые вас окружают, в вашей домашней группе, либо с кем вы проводите большую часть времени, и можете подобрать добрый момент, предложите разобрать молитвы, которые уже есть в Библии, или молитвы ваших современников, на которых вы хотели бы равняться, посмотреть, что и как происходит в судьбах жизни этих людей. Ученики не посчитали для себя маловажным попросить, чтобы Иисус научил их молиться. Поэтому разберите молитву «Отче наш». И, кстати, сказать, у меня также в Ютубе есть несколько молитв, в которых я разбираю ценности, либо псалмов, когда берем в основание молитвы, либо молитвы «Отче наш». И можете вместе с этими людьми просмотреть и пообсуждать, предложить каждому повысить свой уровень молитвы. Благословения вам в этой учебе! Благословения «Отче наш» Благословения «Отче наш»